Добрый день! Универсальных рекомендаций, как помочь больному во время эллиптического приступа, не существует. Многое зависит от типа приступа, окружающей ситуации, возраста и состояния здоровья пациента. Рассмотрим несколько наиболее типичных ситуаций. Итак, перед вами пациент, который лежит на земле или на полу, и вы видите, что у него судороги. Судороги могут быть тоническими, мышцы напряжены, как каменные, и колонические. Мышцы ритмично сокращаются. Целесообразно, мягко, не применяя силу, повернуть пациента на бок, подложить ему под голову мягкий предмет, например, свернутую куртку, и придерживать голову. Не следует пытаться удерживать все тело больного, разжимать ему зубы, вкладывать в рот посторонние предметы или таблетки. Все это не имеет никакого смысла. Сил удержать больного вам все равно не хватит. Даже если разжать пациенту зубы и вставить между ними, например, ложку, это никак не поможет ему дышать. Ибо во время тонической фазы пристава дышать пациент все равно не может, вследствие напряжения мышц грудной клетки. Даже если пациент прикусил язык или щеку, разжимать зубы все равно не нужно. Травма уже произошла. Западение языка происходит только если пациент лежит на спине, запрокинув голову. А именно в таком положении ему обычно разжимают челюсть. Допускать запрокидывание головы нельзя. Именно поэтому надо повернуть пациента на бок. Длительность судорожного приступа у взрослых не превышает двух минут. Затем следует постприступная спутанность, постприступная кома или постприступный сон. В постприступном периоде пациент может задохнуться от попавшего сюны. У него может остановиться сердце. Может произойти непроизвольное мочеиспускание. Поэтому рядом с больным нужно оставаться до тех пор, пока он полностью не придет в себя. Периодически проверяя у него дыхание и сердцебиение. Не нужно обливать пациента холодной водой, давить на разные точки, давать нюхать на шатыни и так далее. Это бессмысленно. Вторая ситуация. У пациента предчувствую приступа. Так называемая аура. Нужно положить больного на землю или на кушетку, на пол, ослабить воротник на одежде, повернуть тело на бок, подложить под голову мягкий предмет. Убрать все потенциально опасные предметы, окружающие больного. Пациента следует укладывать в безопасное место, вдали от машин, огня и так далее. Во время приступа переносить больного нельзя без крайней необходимости. Третья ситуация. Парциальный приступ или психомоторное возбуждение. Пациент не реагирует на окружающую, у него активные движения, он может проявлять агрессию. Самое главное не применять насилие. Не пытаться любой ценой обезотвижить пациента. Нужно мягко постараться успокоить его, не раздражая. Если приступ продолжается более пяти минут, но не по вашим ощущениям, а по секундомеру, или приступы идут один за другим без полного восстановления сознания между ними, пациенту необходимо срочное лечение. Вкладывать в рот таблетки бессмысленно, они всасываются и начинают действовать слишком медленно. К тому же пациент может ими подавиться. Наиболее эффективно внутривенное введение быстродействующих препаратов. Препараты в свечах и ректальных тубах, которые можно вводить в прямую кишку, к сожалению, в России недоступны.